Весна на Заречной улице были такие работы, как «Любовью надо дрожить», «Лёгкая жизнь», «Киевлянка». Все эти кинокартины не оставили памятный след в глазах зрителя. Была ещё эпизодическая роль в фильме «Живёт такой парень», где Иванова сыграла жену председателя колхоза, но и та поблекла на фоне других персонажей фильма. Последней работой 45-летней давности, где можно было лицезреть актрису Нину Иванову, стал фильм «Ещё можно успеть». Нина Георгиевна окончила режиссёрский курс, но слава на этом поприще не снискала. Разве что сняла несколько сюжетов для юмористического журнала «Яролаж». Многие годы она работала ассистентом режиссёра на киностудии имени Горького. В конце 80-х, когда кинематограф в нашей стране переживал не лучшие свои годы, работала медсестрой в больнице. В дальнейшем, из-за того, что Иванова всячески избегала контактов с прессой, многие были уверены, что её уже нет живых. Однако, выпавшую из поля зрения звезду встретил известный тележурналист, который делал цикл передач о забытых именах. Тогда, наотрез отказавшись от съёмки и любой помощи, Нина Георгиевна сообщила, что живёт с сестрой и получает мизерную пенсию от Гильдии актёров России, при этом гордо заявив, что ни в чём не нуждается. «Посидевшая и скромно одетая женщина с незнакомым лицом, взгляд печальный, зимний-январский. В нём ничего не осталось от прежней весенней Татьяны Сергеевны», так описал эту встречу журналист Побединский. Журналисты также выяснили, что Нина Георгиевна Иванова живёт в семиэтажке на проспекте Мира, неподалёку от ВДНХ. Даже сделали её фотографии во время похода по магазинам, но всё это происходило тайно, поскольку общаться учительница так и не желает. «Объясняю, я уже не в том возрасте, чтобы показывать свои морщины и рассказывать о себе. Не надо мне никаких почестей. Актриса должна запомнить молодой, актриса должна уйти красиво». Напомним, 6 января актриса отпраздновала свой юбилей. Ей исполнилось 85 лет. Субтитры создавал DimaTorzok